Слава нашему Господу, что все наши источники в Господе. А если это так, то даже в самые трудные времена, в самые времена немыжных в нашей жизни, мы имеем возможность жить. Потому что эти источники не в нас сокрыты, и не в людях, но в Господе. Хотя, этот Божий источник тоже довольно часто проявляется через людей. И потом, я обращаюсь к прошлому нашему разбору. Мы очень много говорили о свидетельстве, о чем свидетельствуют на небе трое, и о чем свидетельствуют трое на земле. Вы это помните. И это свидетельство состоит в том, я напомню 11 стих, потому что, помните, я переступил с некоторой стихи, чтобы нам не упустить саму нить. В чем же это свидетельство состоит? И 11 стих говорит так. Свидетельство сидя состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Это одна часть свидетельства. И вторая, дополняющая первую часть, и раскрывающая, она говорит так. Ищи я жизнь в Сыне Его. Вы помните, что я напоминал в прошлый раз, не один раз, вот это свидетельство является центром всего Евангелия. Потому что основное, чем сегодня дорожат люди, и за что сегодня усилия нацепляются, и о чем сегодня заботятся, чтобы жить. И вот здесь, что написание, напоминает нам. Это евангельские свидетельства. Что Бог даровал нам жизнь, и при том не только жизнь вот эту временную на земле, но и жизнь вечную. Но эта жизнь сокрыта в Сыне Его, Господе нашим, Иисусе Христе. Почему мы об этом сегодня говорим? И при том усиленно, потому что есть очень много религий на земле, и христианских. Ну, христианские, они вообще, как правило, в той или другой мере, они все-таки указывают на Иисуса Христа, как на краеугольный камень. Но уже около христианской религии, и множество религий восточных, и других, они предлагают свои пути для спасения и для продления жизни. Но нам надо очень хорошо знать, сегодня есть такое направление, его я не сомневаюсь, дьявол взял, чтобы внушить людям, что в всей религии они ведут к Богу. Но только разными дорогами, но к одному центру. Вот это слово Господне говорит, что это заблуждение и обман. Есть один только путь к спасению, путь через Иисуса Христа, и это определение Господне, чтобы так было, и ни в коем другом нет никакого спасения. Если люди на это надеются, то просто это обманутые люди. Может быть, мы кому-то и не сможем доказать, что это так, но мы и не доказываем. Мы говорим слово Господне, а через это слово Бог делает свое дело. Поэтому наше дело – сеять и говорить. Все остальное – это будет работа Господа. И потом нам сегодня очень важно знать, самим быть в этом уверенными. И немножко я буду широ говорить об этом вопросе. Основание положено одно. Особенно в христианстве. И Павел сказал, что никто не может положить другого основания, помните послание к христианам, которое есть Иисус Христос. И каждый строит на нем, но каждый смотри, как строит. Помните, я вам это напоминал? И вообще там интересная мысль прослеживается, что те, кто строит из негоручих материалов, которые не сгорают, золото, камни драгоценные и так далее, строение будет испытано. И если это не сгорит, то, что на основании построено. Вы поймите, основание никогда не сгорит. А сгорит то, что на основании построено. То, впрочем, сам спасется, но как? Но так, как бы из огня. Вот запомните, мы часто это место цитируем и добавляем головня из огня. Вот этого есть никакой головни нет. Никакой головне не идет речь. Есть место описания, где Иерусалим назван головнею. Не головня ли он? Исторнутый из огня. Вы тоже это место помните. Это, кажется, в книге пророка Захарии. Но, когда мы читаем послание к карантянам, то там никакой головне не идет речь. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Но хорошо, если спасется. Но иногда, когда люди начинают строить не так, как положено, то они часто вообще уходят с этого пути. Вот в чем беда вся. Поэтому, с одной стороны, мы не смущаемся, что где-то в христианских церквах Бог что-то делает. Но если Бог что-то делает в нашей церкви, это совсем не значит, что у нас все так, как и должно быть. Есть тоже много минусов. Когда мы в другой церкви видим, что что-то не так, как у нас, то Бог и там может делать дело. Для чего? Чтобы, наконец, всех привести в единство Духа в союзе мира на основании Библии. Но это совсем не значит, что у нас должно быть так, как у них. Вы понимаете, о чем я веду речь? И не один раз напоминал, что никогда люди, прослеживая путь человечества, Божьей части человечества по Библии, паще никогда все тошно не делали. Помните, я вам напоминал, когда Бог говорил, один только Иосия, начиная от пащея, совершил Пасху по всем постановлениям, по всем обрядам, так, как положено. Все остальные, и цари, и священники, они делали нарушения, хотя Бог принимал их. Принимал служение, благословлял, присутствовал, но вовсе времена хотел пройти к идеалу какому-то, которого не было. Поэтому, самое главное, к чему я все это веду? Нам надо исследовать Писание. И исследовать его вместе с Духом Святым, чтобы нам знать, как нам надо строить, чтобы не получилось в конце концов. Ложили силы, здоровье, воевали, защищали. Потом оказалось это сено и солома. А я не думаю, что именно на основании камней, золота, серебра было много разногласий. Очень часто эти разногласия из-за сено, из-за соломы. Конечно, кто-то понимает, что это солома, а кто-то думает, что это никакая не солома, это серебро. Поэтому, пусть нас никто никогда не смущает, и пусть не смущается сердце наше, я бы вас просил, не падайте и не гоняйтесь, потому что где-то вы что-то увидели. Хорошее я и убеду. Но мы есть мы, а они есть они. помните, кто-то однажды сказал, когда нашли некого человека, который не ходил с учениками, когда ученики узнали, что не ходит, мы Господи, мы ему запрошили, потому что он с нами не ходит. Говорит, не запрошайте. Если он будет продвигаться по пути духовного роста, я уже от себя добавляю выше, сегодняшними а если не станет искать этого пути, то потеряет то, что имеет и исчезнет, и никто о нем и знать не будет ничего. Поэтому сегодня это очень важно для нас, и мне очень хотелось бы, чтобы до чего мы достигли по тому правилу рассуждали и жили. А если, помните, что Павел сказал, а если вы сегодня как-то по-другому мыслите, то что будет дальше, то и это вам Бог откроет. Поэтому я читать буду одно из мест Писания возвращать назад немножко, наверное, возвращу к 9 стиху. Если мы принимаем свидетельство человеческое, об этом мы тоже говорили, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И даже 10 стих. Верующий Сына Божий имеет свидетельство в себе самом. Не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И дальше вот то, о чем мы много говорили. Это один из текстов Писания, который проверяет нас и нашу устойчивость и нашу основательность на пути спасения. Смотрите, верующий Сына Божий имей свидетельство в себе самом. Вот положа руку на сердце, мы все помним времена, когда хотели иметь свидетельство не внутри себя самого, а со стороны, потому что у нас оно было вынуто и утеряно нами. спасен я или не спасен. Имею я жизнь вечную или жизнь вечной. Твердо основанный человек, он не истит свидетельство на стороне. Он сам в себе имеет это свидетельство. И ему не надо, чтобы кто-то свидетельствовал. Хотя очень часто я встречаю таких людей, которые находятся в заблуждении полнейшем, но не могут ложить голову отдавать наотрез, что они стоят на правильном пути. И это, к сожалению, есть. Поэтому здесь уже идет работа со стороны, снаружи, чтобы как-то достижить до сердца человека, что Бог мог ему самому показать его надлежащее состояние. А вообще-то, когда мы находимся сокрытыми в Боге, то нам не надо, чтобы кто-то говорил нам, спащены мы или не спащены. мы имеем свидетельство в себе самом. И это очень важно, потому что это говорит о том, что у нас налажена связь с небом, именно с Господом, с тем источником, который никогда не может исчакнуть, который никогда не может поменять свое мнение, который никогда не колеблется. Если мы ищем от людей свидетельство, мы можем очень ошибиться. Мы можем очень сильно ошибиться. Поэтому здесь вешать написание напоминает нам еще раз, что верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самому. Не верующий Богу представляет его лживым, потому что не верует свидетельству, которым Бог свидетельствовал о Сыне своем. Тоже интересная мысль. Наверное, никто из нас и никогда не откроет свои уста, чтобы сказать, что Бог лживый. Но это вообще надо потерять всякую ориентировку духовную, если говорить немножко построже, совесть потерять, но если еще глубже, вы можете сами дополнить, что надо добавить, чтобы так сказать. Он на практике, когда мы не верим его обетованиям, говорит, независимо от того, что мы говорим, но мы представляем себе Бога лживым. А вот такое, наверное, часто бывало в нашей жизни. Особенно когда были какие-то очень трудные обстоятельства, и когда по нашему разуму мы не могли увидеть выход из этой обстановки создавшейся, то мы просто не верили Богу, когда Бог говорил нам, что ты не тупик, отсюда можно подняться. Это не такое страшное положение, о котором ты думаешь. И нам очень трудно было верить. Вот хотели мы или не хотели, языком мы так не могли сказать, а своим поведением мы говорили. Слушайте еще раз. Не верующий Богу представляет его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о цене своем. Ну и дальше еще раз напомню. То, что мы не один раз слышали, свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в цене его. Мы наверное когда говорим слово жизнь, то мы очень часто может быть имеем чисто биологическую жизнь, но мы сюда не укладываем понятие из чего эта жизнь состоит. Ведь когда мы говорим жизнь, то мы понимаем весь комплекс вопросов, который мы решаем в жизни. Понимаете все наши действия, мы понимаем действия Божьи, которые очень часто нам на встречу спешат. ведь жизнь наша это не просто жизнь движения, она состоит из чего-то. И когда мы говорим покажите веру вашей добродетелью, я думаю это уже относится к жизни нашей, правда? Потому что добро не ограничивается деланным только разумом. начало наш разум планирует что мы хотим делать, а потом и наши руки, наши существа участвуют в этом. когда мы понимаем жизнь, то мы понимаем все трудности, все проблемы, все вопросы, решаемые нами. И для нас жизнь, или ответ на эти вопросы, или выход из проблем, он полностью сокрыт в Господе, в его мудрости. И судьба наша сокрыта в Боге, правда? Вы наверное все знаете, что у каждого человека есть судьба, да? Библия об этом говорит. Судьбы твои бездны великой. Человеков и скотов хранишь ты, Господи. Так Салмопевец говорил. Хотя я должен добавить, чтобы не привести вас в смущение. Не всегда мы живем по тому плану, по той судьбе, которую Бог определил. И сегодня многие скажут, да что это за судьба у меня? Что же за судьба, которую мне Бог дал такую, когда жить не хочется? Если бы мы жили так, в союзе с Господом от самого начала, и вписались в ту судьбу, которую Бог нам предназначил, то наша жизнь была бы не такой, какой сегодня есть. Но все дело в том, что был очень длинный отрезок времени, когда судьба Божия была судьбою, а жили мы так, как хотели. Поэтому никто из нас сегодня, несмотря на то, что может быть у кого-то очень сильные проблемы, очень больные вопросы, решаете, переживаете, может быть даже потрощения сильные, это только потому, что Бог определил судьбу. И наверное когда вы покаялись, начал вас направлять в ту судьбу, но уже часть жизни искорожена, исковеркана, и уже многое мы не можем поправить, многое мы хотели бы вычеркнуть из своей жизни, но если даже мы что-то забыли, то оно все равно было, и оно произвело определенную работу, и эта работа, и это действие было, не во благо нам, а нам во вред. Поэтому сегодня мы знаем, что наша жизнь сокрыта в Боге, имеющая Сына Божия имеет жизнь, не имеющая Сына Божия не имеет жизни, а то, что мы сегодня называем жизнью, то в свете Слово Божие это не жизнь, это мучение, и по сути дела смерть. Помните, кто-то когда-то храпал, написал две такие книги, он даже под псевдонимом Павел Владыкин, думаю, вы их читали, и я уже не помню, как называться теперь эта книжка, а? Потерянной жизни, но она называлась жизнь в смерти, только не помню, какое первое название было, или первое было жизнь смерти, а сейчас часть потерянной жизни, или наоборот, но мне кажется, что первое название этой книги жизнь смерти. Почему я это вспомнил? Потому что сегодня многие люди живут, но это по сути дела живут как смерть, делая дела мертвых. Поэтому и для других создают такую обстановку, что для них жизнь не является радостью, а является наказанием. И многие не выдерживают и уходят из жизни. Потому что той полноценной жизни очень трудно найти на земле без Господа. И второе, на что я обращаю внимание из 12 стиха, имеющий Сына Божия имеет жизнь. Здесь и написано, что тот, кто ходит в церковь, имеет жизнь. Или кто ходит молиться, имеет жизнь. Или кто ходит к баптистам, тот имеет жизнь. Или кто ходит в пятичатки, тот имеет жизнь. Или еще написано, кто имеет Сына Божия, тот имеет жизнь. Ну правда, пойти в церковь сатанистом, там ее никогда не найдешь. И все-таки денвинации наши связаны со служением Богу. Связаны с определенным пониманием уровня библейского определенного. И тем не менее, имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную. Можно и ходить в церковь, но ходить за компанией. И будет мало пользы. Я не говорю, что никакой. потому если даже человек за компанией ходит, то все-таки Бог к его сердцу пробирается во времени, чтобы однажды у него открылись глаза, что хотя он ходит, но не имеет того, чего надо. Но я обращаю особое внимание именно на этот текст. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Не имеющий Сына Божий не имеет жизни. И это должен знать каждый из нас. Сие написал я вам. Кому написал Иоанн эти слова? Верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы веру в Сына Божия имеете жизнь вечную. Почему Иоанн писал именно вам верующим? Потому что различного рода учения они хотим или не хотим они заставляют нас думать. И если мы не имеем надежного стержня, если мы не основаны глубоко на основе, то могут увлечь и нас туда. Поэтому Иоанн, знаю знаю возможности лукавого, хитрости обольщения, знаю что он может и огонь сводить с неба на землю, написал, что вы будете основываться не на чудесах, не на знамениях. Хотя не в христианстве следуют за исповеданием, но на Слове Божьем и на том помазании Духа Святого, которое контролирует нас и в наше сердце вкладывает в сознание наше вот эту одну великую истину, что вы веруя в Сына Божия имеете жизнь вечную. Но опять добавляю, что вера она включает в себя не только наши слова, я тоже знаю, что есть Бог. Настоящая живая вера она включает и дела по вере. Я был свидетелем ни одного столкновения проповедников, верующих. Когда одни только вера, нам больше ничего не надо, дела никакого значения не имеют. Другие брали из-за дела. Ну, как это без дел? Вы знаете, просто все они были частично правы. Ну, один брал одну половину, а другой брал другую половину. надо было все. Потому что вера без дел какая? А ты тоже никуда не уйдешь. Что вера, которую не подтверждают дела, которую надо делать, как Слово Божие говорит, это не является спасительной верой. если наше сердце охвачено живой и настоящей верой, то мы просто-напросто не можем игнорировать Слово Божие. Мы будем поступать так, как в нем написано. Потому что вот все вот это Слово Божие, это есть Слово веры. И вы нигде не найдете ни одного предложения, ни одной связки слов, которые не были словами веры. Мы должны верить этому. Потому что если мы не будем верить этим словам, то мы не будем жить по ним. И тогда не будет дел. Единственное, на что я еще раз хочу обратить внимание. Я об этом говорил не один раз, что есть большая разница между спасением в Ветхом Завете под законом и спасением, которое мы сегодня имеем. Когда люди жили под законом, там тоже вера нужна была. Потому что без веры уходить Богу невозможно. Но там немножко по-другому стоял вопрос. Там Слово Божие говорило так. Делай так, как написано, и что будет? и спасешься. И будешь жить. Но никто никогда из самых великих мужей Божьих, включая туда и Моисея, который был величайшим пророком, равного ему не было. Библия так говорит, не было больше такого человека, или такого пророка, или такого вождя, с которым Бог говорил лицом к лицу. Ну, и он по своим делам не мог войти в обитованную землю, не мог спастись. Потому что один раз вывели его из равновесия, вы помните, и он вместо того, чтобы повелеть скале дать воду, он ударил и сказал, что он покорный, разве нам из этой скалы издачься воду? Бог воду дал, но сказал, ты согрешил. Ты не явил моей святости. И потом пришло время, когда Моисей стоял на горе, у самой границы, видел землю текущую молоком и медом, и просил, Господи, но дай мне войти в нее, и не проси даже, и даже не проси, вы не явили святости моей у Харива, и поэтому ты туда не войдешь. Поглядеть, погляди, войдут другие. Потом, пожалуйста, спасение делами, это самая большая ошибка в сегодняшнем христианстве. вы скажете, но мы так не проповедуем. Нет, не проповедуем так. На ущерб часто закрадывается что-то. Сделал грех, спрятал, признаться трудно, научился, что буду делать, что Бог скажет, и делает. и перед людьми это величайший праведник. Но это погибший человек, потому что у него есть спрятанный, непрощенный грех. Вы не понимаете, что мне веду речь? Вот почему. Конечно, мы никогда на откровениях не строим учение. Учение можно строить только вот на том, что написано. Но мы не пренебрегаем откровениями, потому что они дополняют, может быть, раскрывают поглубже некоторое положение учения. Ну, мы сегодня называем литаргическое сон, называем смерть, мнимые называют люди часто, элликлическая смерть. Вообще-то не только так люди побывали где-то у Господа, если что, называется восхищение, когда тело остается на земле, дух уходит к Господу, потом назад возвращается. И такие люди есть. То некоторые очень удивлялись, когда Бог показывал ад, и там встречали очень-очень на их взгляд хороших людей. Как? Это уж такая сестра была. Часто, я немножко помню обрывки. И делала, и ходила, и посещала, и отпевали, и плакали, и жалели. Она в аду. Спрашивают, почему она там? Она сделала аборт, скрыла, и не сказала никому, потому она там. Вы знаете, вы поняли меня, о чем я веду речь? Все то, что мы делаем хорошо, оно хорошо тогда, когда прощены грехи наши. Но когда мы пытаемся, потому что стыдно признаться, стыдно открыться. Это в самом деле стыдно. Я понимаю, что это не так легко сделать. И это не просто пойти какую-то песню спеть или поговорить, это серьезные вопросы. Это говорит о том, что грех есть убийца. И спрятанное, неисповеданное, вы не покроете никакими хорошими делами. эти хорошие дела, за которые вы могли получить большую награду. Но если они были наложены на тот неисповеданный, нераскаянный грех, скрытый, то они просто-напросто горят, и в этом нет никакой пользы. Поэтому я еще раз напоминаю, что можно провести жизнь неплохо. И в глазах людей быть очень хорошим человеком. Потому что это в самом деле может быть так. Но когда там будет скрытый грех, который не омытый кровью Христа, то все эти хождения будут напрасными и не пронесут пользы. Если же это все исповедано, человек покаялся глубоко, если кровь Христа омыла, тогда ни одна даже добрая мысль, ни одно доброе дело, которое мы здесь делаем на земле, оно не останется неотвеченным у Господа. Потому что я еще раз повторяю, что делами не спасется никакая плоть, и никто из жителей земли не спасся. И не спасется. Поэтому мы сегодня получаем спасение по вере. Приходим к Господу, знаем, что Он умер за наши грехи, которые Он, как Бог знает, чем все, и Он называет Господа совершеннейшим знанием. Он авансом умер за наши грехи. И мы приходим к Господу такими, какие мы есть. С нашими пороками, с нашими недостатками. говорим, Господи, прости за все грехи, которые были мною сделаны в моей жизни. Когда-то очень тяжелые грехи, которые посещают нас по ночам, которые не дают покоя, мы их исповедуем. Мы просим других помолиться вместе с нами, помочь нам эту веру приобрести, а помолиться чтобы сбросить их. Тогда Господь распрощает грехи и дает нам жизни. Но если Он дал нам жизнь, то мы и будем жить, делать дела живых людей, а не мертвых. Я имею ввиду живых или лучше начать с мертвых. Мертвые по грехам и преступлениям. Вы помните это выражение в Священном Писании? Мы получили жизнь, получили даром, только потому, что от грехов своих освободились. И Бог дал нам живую веру. И мы стали делать добрые дела. Подтверждение того, что нас наполняет живая настоящая вера. Что мы не просто говоруны, что мы не просто ходим молитвным дом отметиться, что мы не просто люди, которые сами себя обманывают. Мы действительно живем. И наши дела, наше поведение, наша жизнь нам свидетельствуют о глубине той жизни, которую Бог дал нам и в которую мы должны входить с каждым днем. И входим по мере нашего интеллекта, по мере нашей ревности, по мере нашей у нас заложенной. Поэтому это очень важно. И еще раз повторяю, чтобы мы не обманывали самих себя. И тогда Господь имеет с нами дело. А если даже мы где-то приступаем к воле Божию, или по неведе, или по беседе, то есть вообще написание говорит, а если бы кто согрешил, мы об этом читали уже, то мы что? И имеем ходатай Иисуса Христа праведника, который здесь умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Это просто это, если можно так выразиться, азбучная истина, но почему-то многие о ней забывают. Об этих первых основаниях веры. Потому Павел говорил, братья, смотрите, уверили вы. Ну как, братья, смотрите, уверили. Конечно, уверили. Нет, говорят, братья, ну еще острия добавляют. Смотрите, уверили вы. Или это разговоры, или это в самом деле вера. И я тут просто говорю, каждому, чтобы мы исследовали сами себя. Так написано. Самих себя исследуйте. Помните, мы читаем перед клевом проломлением. Самих себя исследуйте, потому что очень трудно исследовать другого. Практически. Чтобы оценить мне кого-то, это невозможно оценить так, как надо. себя и то не могу оценить так, надо. Тем более, не могу другого. Потому что я не знаю мыслей. Я не знаю возможностей. Мы же очень часто занимаемся тем, что оцениваем других. То есть занимаемся тем, что мы не можем сделать. Вот почему вот эта тема очень важна на сегодняшний день. Чьё написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали. Здесь даже не веровали, но чтобы вы знали, что вы, верующим в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Еще раз повторяю то, что не один раз говорил. Вера по многим вопросам, особенно когда дело касается не будущего, не будущих планов, а нашей земной жизни, она, как правило, она приводит к знанию. И я думаю, что многие из вас, не говорю, что все, может быть, кто-то делает первые шаги, может быть, это ему и не смысленно, но сегодня многие из вас, вы уже давно не верите, что Бог есть, вы знаете, что Он есть. Потому что по вере вы получали. И мы верим до тех пор, покуда что-то не получим, правда? Когда мы получим, то мы уже не верим, мы знаем. Но пришли мы к этому знанию через веру и по вере, правда? И если бы вот с этой точки зрения задать вам вопрос, я их задавать не буду. Знаете ли вы, что Бог есть? То был бы лес рух, потому что вы знаете. Все мы в определенное время только верили. А потом чему-то еще одни верим, потому что не все обетования пришли в исполнение. И мы верим, но уже есть много позади, во что мы уже давно не верим, а знаем на все сто процентов. И это очень серьезно. Потому что если мы все время верим и пока что еще не знаем, то что-то с нашей верой не совсем. Вы знаете, почему я это говорю? Потому что 11 глава послания к евреям. Вы помните, что о вере написано? Вера же есть, что осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Если немножко на части разбить эту веру. Конечно, мы, допустим, до сегодняшнего дня будем верить, что есть небесный город Иерусалим, потому мы его не видели ни разу. И редко кто его видел. Да и наверное не смог видеть его таким, каким он есть. И многое, во что мы веруем, только веруем, потому что оно скрыто за гранью этого мира. И просто-напросто нам невозможно его знать таким, каким оно есть. Но многое в нашей жизни, когда это касается земной жизни и альботований, которые исподнились, то мы уже знаем. И это очень важно для нас. 14 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего, по воле его, он слушает нас. Я прошу заметить одну очень важную деталь. Когда просим по воле его, он слушает нас, мы можем просить и не по воле его. И тогда он, как правило, не слушает нас. За редким исключением слушает, чтобы показать нам, чтобы мы больше так не просили и не делали. Слушает. но позже мы хотели бы переделать все, но уже поздно, уже не переделаешь. И слава Богу, что наверное и одного процента нет таких ответов, которые были не по воле его. Еще раз напоминаю этот стих. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего, по воле его, он слушает нас. Я на короткое время задам один вопрос. Вы мне на него не отвечаете и особенно не ломайте голову, но я его задаю потому, что такое в жизни часто у нас бывает. И мы думаем, почему это так? Как вы думаете, почему мы часто, ну, не часто, давайте я скажу так, иногда бывает, просим чего-то не по воле его. Чуть-чуть помолчите, подумайте, я не хочу, чтобы вы отвечали бы сейчас, вы просто подумайте. Что-то, наверное, непростой вопрос, почему я часто прошу не по воле его. Вопрос здесь один. И ответ на него один. Мы потому так часто просим не по воле его, что разорвали контакт с ним и не можем понять, что он от нас хочет. Вы знаете, почему я так сказал? Когда вы будете исследовать Писание, а вы его исследуете и найдите это место Писания, где написано так, что он производит в нас действие и хотение по своему изволению или благоволению найдите. Ну, как хотите добавить, вот одно и то же. Это очень интересно. Оказывается, Бог, знаю что для нас хорошо, хочет иметь доступ к нашему сердцу и от Святого Духа давать нам желание и просьбы. И тогда, когда мы его понимаем, когда мы принимаем его, так сказать, дыхание в наше сердце, когда его мыши выполняют нас, тогда мы будут ведомы этим мышлями, просим по воле его, и он слушает нас и отвечает нам. И если же у нас разорван контакт с Господом, мы много что можем просить, но Бог не будет нам отвечать на наши вопросы, потому что это не по воле его. Он никогда не будет делать ничего такого, что принесет нам вред. Это не в его характере, это не в его желании, вы все имеете своих детей, и когда дети чего-то просят у вас, вы понимаете, что это просто детские глупости, то вы что, сразу идете и делаете? Если вы видите, что этим вы его к себе приблизите, и после его переломите, переделаете, вы будете делать. Но если вы видите, что-то будет во вред, вы никогда своим детям не будете покупать или предлагать или учить тому, что им принесет вред. И вы вообще можете сказать, что это правда, да? Тем более Бог никогда не будет делать для нас то, несмотря на то, что мы очень хотим, что нам вред принесет. Да? Иногда Бог это допускает, чтобы научить нас самим. Я помню, когда-то моя мама рассказывала, я очень любил яркое вещь, свет. Я теперь свет люблю. Я люблю, чтобы в другом было светлое. И у дома, в коридоре для меня это, если темно, то для меня плохо. Мне надо, чтобы было светлое. Ну и тянулся к лампе. Но мне долго не давали. Это батька говорит, дай, дай, пусть возьмет. Цапнул руками, все, после этого не хватало. А до этого дай и все. Я думаю, и у вас нечто похожее было. Тогда уже мама говорила, плечу что-нибудь взять, начала пальцем издалека, а потом еще, а уже потом брал. А до этого, значит, как дети делают, вот так вот, рот вот так, дай. Вот такие бываем мы. Взрослые, но перед Богом дети, и просим, плачем, кричим, требуем, может, даже ногами топаем, как дети делают. Но Бог не дает, потому что Он знает, что это будет вред. Поэтому очень важно помнить 14 стих. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что сегодня есть такое учение, что если будешь просить, и будешь просить с веры, обязательно получишь. И люди просят, просят, и поразбивались целые церкви, потому что эта теория, она не выдержала испытания временем, она не выдержала испытания, значит, испытаниями различного рода. Многие поуходили. Почему так служить? Потому что Библия так не учит. у Бога есть целесообразность, у Бога есть цель, у Бога есть конкретность, у Бога есть конкретные планы в отношении нас. И если бы мы могли эти планы вписаться, могли понять их, сколько бы мы нервов сберегли, да? Как бы плакали гораздо меньше, чем мы плачем? сколько было более приятных минут? Но я хочу сказать, что, конечно, когда мы просим, и просим часто усиленно, то, как правило, это серьезные вопросы в нашей жизни. Это не просто вопросы легкомышленных пришельцев, все-таки они серьезные, но они серьезные очень сильно с нашей стороны. То надо, что мы просим. Если мы сильно плачем, тоже надо, потому что мы так понимаем. Но когда Бог смотрит на наши просьбы, и смотрит, как Бог существует еще вне времени, потому что у него нет прошлого, у него нет будущего, он говорит, я есть. То есть, я живу в настоящем. И он знает все наперед, в своем знании. А мы что мы можем знать? Мы, наверное, не наверное тоже даже не знаем, что будет через пять минут. Откуда мы можем знать? Потом, будучи вот такими близоруками, и не воспринимаючи голоса Божьего, мы и просим то, что не надо. а после огорчаемся на Бога, что он нам не дает. То, что мы просили. Но если просим по воле Его, то вы знаете, что написано? Он слушает нас. Если мы не верим этому, то вы помните, что я недавно говорил, что написано? Как мы представляем Бога? Лживый. Но если просим по воле Его, то никаких ящиц не стоит. Он слушает нас. И дальше продолжение. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, во всем, но это во всем стоит по воле Божьей, что бы мы не просили, и опять, что бы мы не просили, крыша одна по воле Божьей, знаем и то, что получаем просимое от Него. Не случайно, не повезло, но если просим по воле Его, и знаем, что Он слушает нас, то знаем и в финале что все, что мы не получаем, получаем от Него. Брат Колин сделал, или сестра сестра мне сделала, или я кому-то сделал, то дело не во мне и не в ком-то, а получаем от Него. И это очень важно тоже знать. мы не не благодарим Бога, что получаем от Него. На довольно серьезном уровне надо углубиться в эту мысль. Скажите, мы благодарим людей, и надо это делать. Я не говорю, что не надо делать. Но мы должны очень хорошо знать, как бы мы не получили, что бы мы не нашли, если даже на дороге нашли, нужное нам нашли. Я знаю такие случаи, когда не было куска хлеба, когда надо было отправлять в школу ребенка, и не было во что одеть. Мама пошла и нашла на дороге деньги. Погодила кругом, объявила, нет этого человека, но там хватило на все. То я понимаю, это не человек потерял, а Бог дал. Есть разница? Это кто-то потерял, а я нашел. Правда, это тоже было. Это тоже было, но не в этом дело. Все дело в том, по этой дороге шли многие и могли найти. Бог и так часто людей посещает. Хотя может быть я не совсем удачный пример привел, но это так, я знаю, не один случай такой был. Когда это так было, поэтому Библия здесь утверждает, что нет ничего, что бы делалось вокруг нас, я имею ввиду то, что нам благу приносит, что прошло бы мимо участия Господня, мимо Его мудрости. Поэтому очень важно этот стих знать. Смотрите, как он связан здесь. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас, то знаем то, что он не дает. А то не просто так где-то упало, случайно что-то так случилось, и просто нам повезло. здесь Иоанн говорит, знаем и то, что получаем просимое от него. И бывает и другое. Когда мы очень надеемся на людей, когда в наших трудностях мы очень много возлагаем надежды на людей, то существует другой образ мышления Господня. Он в Библии отмечен. Это в книге Исаии написано. Я не помню точно стих. Вы просто найдете по смыслу, если захотите. Там написано так. И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззакон. И там дальше разрушение будет. Вот часто христиане, когда они теряют контакт с Господом, а у нас как у людей всегда есть проблемы. И их надо решать. Начинают обращаться к людям. И люди обещают, но у них все получается так, никак не могут помочь. И сколько бывает обид. Вот такой, такой, а не помог. Такая хорошая, и не пришла, или не приехала, или еще. Значит что, бывает так, когда Господь, чтобы оторвать нас от того фундамента, который положили основание и надежду, отрывает нас и не дает даже тем, которые хотели бы сделать, не дает возможности сделать для Него. Я вас не запутал этими мыслями? Так бывает. Если Господь желает поменять наше мышление, еще Он видит, что наше упование не на Него, то спасающий нас, Он не даст никому помочь нам, покуда к самому невозможно упование на Него. Поэтому, наверное, многим из нас надо очень сильно каяться за то, что обижались, нарыкали, почему, а в самом то деле, почему было скрыто в том, что на человека была надежда, а Бог не хотел этого по той простой причине, что мы как люди ограниченные и мы многие вопросы просто-напросто не сможем решить, не сможем решить, а Бог мог бы, а когда мы знаем, я еще раз прочитываю стих, что Он слушает нас во всем, что бы мы ни просили, знаем и то, что получаем прощимое от Него. Господи, благослови меня. Мы так часто молимся, правда? В нашем понятии, что такое благословение? Дай сюда. У Бога часто. Если это наша самоцель, когда мы будем просить, Господи, благослови, Он будет забирать. потому что наша цель в этом состоит. А мы спросим благословить. Я хочу вот что сказать. Бог вот это благословит, Он рассматривает со своей точки зрения. И это не новая такая мысль. Похожая мысль, параллель проведу. Господи, дай мне терпение. Что тогда приходит в жизнь нашу? Скорби. Ибо от скорби происходит терпение. Господи, дай терпение. Или Господи, дай веру. И Бог начинает делать работу. Вы знаете, что мы обнаружим? Мы часто говорим, Господи, я в Тебе просил веры, а я сегодня не вижу, что тераю и то, что имею. Получается обратное. Вы знаете, в чем дело? Если мы просили больше веры, то Бог и дал то испытание, которое сформирует в нас большую веру. Потому что маленькая здесь не идет. У нас был, ну как, килограмм веры. Я ее померюю килограммом. Мы хотим, чтобы было два. И Бог дал испытание, чтобы эту веру просить на два килограмма. Цеплялись, цеплялись, килограмма уже нет. Все, никакой нету. И тогда Бог вкладывает через свои действия ту порцию, которая нужна для того, чтобы продолеть это препятствие. Вот почему, когда мы начинаем молиться и получаем как бы обратное, если мы не знаем Писание, мы разбиваемся. И еще раз оправдывается изречения из Слова Божия народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Так как ты отверг ведение, то я верну тебя от священодействия передо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. И здесь тоже есть связь. Какие родители, такие и дети. если родители ходили не по вере, они никогда не научат детей ходить по вере. Дети сами могут научиться впоследствии ходить по вере. Это другой вопрос. Но родители не могут научить большему, чем они имеют сами. Потому ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих, потому что они ко мне обращаться не будут. Они живут так, как ты научил, и как ты жил, так они живут. Я уже немножко взял чуть-чуть другую тему, но я думаю, это не помешает и сегодня. Это жизнь наша. И вот то, я думаю, о чем я говорил сегодня, вы не один раз сталкивались в жизни, и опускались руки, потому что не могли понять, что происходит. Или вы знаете, вот жизнь духовная, она как будто противоречия состоит. Хотя их нету на самом деле. Начали молиться за своих мужей, мужья за своих жен, чтобы Господь их обратил к себе. И когда вы стали молиться, они стали себе еще хуже вести. И вы тогда думаете, а вообще стоит ли молиться тогда? Лишь я просил о Господе, поменяй, делай лучше, а он еще стал еще хуже делать. Вы знаете, что это нормальное явление. Это нормальное явление. Почему? Когда он находился как бы во сне, его была определенная норма поведения. Но когда его стали две силы рвать на части, Господь зовет к себе, дьявол держит у себя, ему надо делать выбор, и в такой борьбе он становится тяжелее, чем он был до определенного времени, покуда не сломается. Покуда не сломается. Помните, я в свое время говорил, наверное, не знаю, даже, наверное, в своей церкви говорил притчу о закваске, которую женщина, взявши, положила в пример муки, да колени вскисло все. Я не буду говорить эту тему, но я хочу, чтобы вы это знали, чтобы вы это знали. И потом со временем, кто пережил уже это? Вы все-таки начали замечать, что уже есть перелом, уже стал лучше. Говорит, совсем не пускал, теперь говорит, ну ладно, ты иди, но только уже детей не зови. А потом придет время, скажет, и детей бери, только я не пойду, а почти сам пойдет. Но надо пройти же особые трудности. Через что-то на первый взгляд совершенно неудобно разумительное. Потому что получается часто в самом начале как раз наоборот против того, что мы просим. Просим одного, а получается другое. Но если копнуть поглубже, это нормальное явление. Война. Война это самая настоящая война. Ну а на войне вы знаете как на войне. На войне как на войне. Есть и раненые, есть и убитые, потому что это война. Но мы надеемся, что мы не будем убитые на войне. Хотя пораненые можем быть. И опять-таки только потому, что мы несовершенные. Это не значит, что Бог не может защитить, что Господь не может что-то сделать. Но это означает, что мы несовершенные люди. Поэтому и раненые бываем, и обижаемся. Хотя впоследствии мы можем узнать, что мы это делали. Дьявол и такие вещи умеет делать. Шестнадцатый стих. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится. И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился». Это вот место Писания, на котором до сегодняшнего дня очень много разногласий, что такое грех к смерти, что такое грех не к смерти. И я слышал такое говорят, но грех, который человек делает и не кается, он есть к смерти. Это правда. Но не совсем правда, если идти по этому тексту. потому что здесь вот что написано. Если кто видит брата своего, согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится. И Бог что даст ему? покаяние, то Бог даст ему жизнь. То есть согрешающим грехом не к смерти. я здесь хотел ставить покаяние, потому что без покаяния жизни не будет. То есть что здесь имеется в виду? Что когда ты видишь человек грешит, то начинаем молиться Богу, чтобы Бог коснулся его сердца, чтобы он понял, что он делает грех. И когда он покается, то Бог даст ему жизнь. Если же ты видишь кто-то согрешает грехом к смерти, то пусть даже не молись. Почему не молись? Потому что он не покается. Невозможно дать ему покаяние. Вы видите разницу? Грешит, ты молись за него, чтобы Бог его остановил, чтобы Бог его вразумил, чтобы он понял, что надо каяться. Когда же грехом к смерти, то я не о том говорю, чтобы молился. Бесполезная молитва. Конечно, если кто увидит один из грехов, который является грехом к смерти, вы знаете, какой? Это хула на Дух Святой. когда не бывает прощения ни в всем веке, ни в будущем. Почему Библия так говорит? Ни в всем веке, ни в будущем. Я пока что не буду говорить о том, не буду еще раз повторять, что есть хула на Дух Святой. Я просто возьму другую часть вот этого текста. Прощение всем веке и прощение в будущем. Вы знаете, в случае, когда человек грешит сознательно, я проработаю мысль, возвращаюсь назад к Веткому Завету. Вы помните, кого окропляли кровью, за кого приносили жертвы, за какие грехи, которые были сделаны нечаянно неосознанно. Если кто грешил сознательно, то этой жертвы не было. Я не знаю, когда вы отмечали эту истину или нет. Их просто брали и побивали камнями. Специально исследуйте Писание, и вы увидите, что за грех, который был сделан сознательно. Приведу другой пример на эту самую тему. Вы помните, были города убежища. Если кто-то убивал другого человека нечаянно, неспециально, и есть такие примеры. Если кто пойдет в лес, рубит дрова, и сорвется топор, топор, и он убьет того, кто рядом с ним, пусть бежит в город убежища. Помните? Чтобы в горячности мститель закров и погнался и не убил его. Вы знаете, если, допустим, где-то отец с сыном работает, и сосед убил, то увидев, что сын лежит, и топор в груди, наверное, схватил бы топор, и не разбираюшись, поразил бы даем все. Говорят, убегай. Если ты успеешь забежать в город убежища, то там тебя никто не имеет права взять. И ты должен быть там, покуда не умрет великий священник в этом городе. Когда умрет великий священник, возвращайся назад, и тот, который хотел тебя убить, он уже не имеет права убить тебя, потому что прошло длительное время, уже сердце на месте, и закон говорит, если великий священник умер, в городе убежище, тогда, значит, ты не имеешь права убивать их и мстить. Но, если кто-то убил своих ближних сознательно, то, иди в город убежище, забирай его и поражай его смертью. Не было города убежище для человека, который сознательно это сделал. Я не хочу, чтобы у вас осталось смущение по поводу того, что ваш характер часто такой, что вы знаете и делаете. Здесь другая линия, но когда вы, но я как пример, прийду, которого нет в христианстве, я просто его нарисую, но специально, чтобы объяснить разницу. Допустим, ну, кто-то там у вас, ну, кто-то вам насолил хорошо, из братьев, и у вас есть деньги, вы наняли бандитов, чтобы они его убили, то за этот грех вам никогда не будет прощения, вы это сознательно сделали. Вы поняли, что я сказал? Это не просто нечаянно, это не просто как-то, ну, не подумали, надо было быстро решать вопрос, это же долго думал, то в ветхое время, когда люди готовили преступление, совершали его, никаких городов для таких людей убежища не было. Входили, брали, говорят, даже от жертвенника бери на смерть. Вы помните, Иау убежал туда в Шкинию, схватил за роги жертвенника, выходит, доносит Соломону, Иау там за роги жертвенника держит, говорит, иди его и там убей, пусть он держит за эти роги. Это не просто для него был нечаянный поступок, это было сознательно. Поэтому, когда я возвращаюсь назад в Новый Завет, то я вижу вот что. За наши преступления, которые мы часто делали в нем или по другой причине, Бог часто судится с нами болезнями, несчастными случаями, и здесь на земле, что мы получили возмездие, а в вечной человеке идет свободный и чистый. Потому что Бог с ним судился, Бог его наказал. И вот как раз то место писания, которое мы неправильно понимаем, часто убиваем людей, это послание к евреям, что если мы имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовя пожрать противников. Здесь речь не идет о том, что человеку нет покаяния. На одного покаяния недостаточно. Сделал грех, сделал сознательно. Ну, как сознательно? Понимаючи, но не готовился к этому. Когда из мира приходим, Господи, прости, слезы, все, больше ничего не надо. Когда мы, будучи верующими, делаем, то Господи прости остается на своем месте. Потому что наказывают живых, мертвых не наказывают. Если я сделал грех и не покаялся, то я мертвый. Мертвых не судят. Но когда я пришел к Господу, Господи прости, Господь прощает, кровь Христа омывает, а наказание придет, как ярость огня, чтобы я поществу думал, что я делаю и зачем я это делаю. Вот эта ярость огня, готова пожрать противнику, не говорит о том, что Бог не простит, но говорит о том, что без наказания не обойдется. Вот когда неправильно понимать эти вещи, то многие отступники просто-напросто неправильно понимают, что они не идут, мне нет прощения, потому что я знал и отступил. Это неправильно, не об этом идет, и верующие часто поддерживают в этом, то да, правильно, тебе уже нет прощения. Это неправильно, хотя мы не должны закрывать глаза на то, что Бог сутится. И когда мы читаем 11 главу первым первым коринфянам, тот текст, который мы читаем перед Хлебом проломлением, то там вы найдете вот как раз то, о чем я говорил, что наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Значит, мы наказываемся, не о чем наказание за то, что делали, но вечно идем спащенными, потому что в вечности нет перехода туда-сюда. Но когда Господь с нами судился за эту здесь на земле, то в вечности мы пошли свободными. И для это является очень хорошим примером, пример царя Давида. Я об этом не раз говорил, это будет не ново. Он сокращил очень сильно. И Господь, который нелицеприятен, он не стал замазывать, закрывать это дело. Он его обратил к себе через пророка и сказал ему, он стал молиться, стал проситься, помните, что Господь многократно омой меня, уже стал рассказывать Богу, что с ним случилось, что от повседневного щенания кости мои и так далее, и так далее стонали. Но я открыл тебе грех мой. И когда Давид во время того, когда Анафан говорил к нему притчу, когда он понял, что это он, он стал плакать и каяться. И помните, что Господь сказал? Простить я тебя прощаю, ты не умрешь. И что, все на этом? Нет. но за то, что ты дал повод врагам Господа хулить имя его, умрет родившийся у тебя сын. Я возбегну зло из дома твоего. Вы помните, это целая история. И так далее, и так далее. И последствия Давид очень много потерпел. И так оно и было. А весолом восстал. С престола был свержен практически. Хотя оставался царом, но уже не на троне, а шел босыми ногами по земле. Царь, помазанник Господен, пророк, муж по сердцу Божьему. Вы знаете, что Бог с ним посчитался? Идет и плачет. Идет на горе Иоаннскую и плачет. Ему что добавляют больше? Семей сын Геры идет из злословия. Уходи убийца, уходи беззаконник. Его в голову и ты кровопейца, и вот ты в беде. И Давид хорошо понимал, что с ним происходит. Его воины говорят ему, Господин наш стар, разреши мы ему голову снесем. Говорит, не надо. Господь ему разрешил злословие Давида. Может быть, Господь презрит на мое сегодняшнее уничижение. И, может быть, помилует меня. Он все понимал. Он смотрел в то время трезвыми глазами и понимал, что это суд. И, что Бог не лицеприятен. Царь ты или не царь, или ты неизвестно, кто, но все мы будем отвечать за свое. Если кто видит брата своего согрешающим грехом я я говорить о том о хуле на Дух Святой. Что такое хула на Дух Святой? Я вам напомню тот случай или то событие, когда Христос стал говорить об этом хрете. Это было время, когда книжники и фаришей говорили, что он одержим бесом и безумствует. И в то же самое время, вы помните, Пилат знал, что его предали от чего? Из зависти. Вот все эти воспоставленные люди, это не были заблудившиеся овцы. Почему Христос это открыл? Что они знали, что они делали. Вы помните притчу, который он сказал? Когда хозяин отправился и поручил виноградов за виноградником наблюдать, помните? Как Христос все распределил? Пришло время плоды принимать. Посылают слух своих. Они взяли их, избили и изгнали. Потом посылают вторых. И Господь не раз говорил через хороков. Это наверное были сотни раз. И говорит, то били, то убивали. И помните интересную фразу, которую он сказал? И наконец он послал своего сына. Может быть постыдятся меня. И когда виноградеры увидели, что еще кто-то идет, вы помните, что они сказали? Это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше. Вот тех, которые раньше приходили, они не называли наследниками. Они видели, что тут хотя участь была одна. Когда же он стал говорить о себе, он прямо сказал, увидели и сказали, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет нашим. И вывели вон без виноградника и убили. Это было пророчество. Скажите, мы можем не доверять этой истине, которую Господь сказал тогда через свою притчу? Но если мы не верим, представляем угол живым, то как раз это говорит о том, что они знали, что они делали. Конечно, те простолюди, которые кричали возьми, возьми, распни его. Они верили тем, которые высоко стояли. Они в свое сердце кричали распни, потому что они думали, что обманщик был на Христа. А вот те знали, что они делали. Почему? Можете вспомнить следующие шаги. Когда донесли, что он воскрес. вы помните, что они сказали? Мы вам дадим денег. Скажите, что ученики украли. Это же было сознательно. Если они тогда дело не сознательно, теперь открылось, они выпали на колени и просили Господи прости. И думаю, Бог дал бы им возможность покаяться. Но они знали тогда и знали теперь. Просто предпринимали усилия, что каким-то образом выйти из положения. И поэтому, когда они говорили, что в нем бес, Аникадим приходил и говорил, помните, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. И вот таких чудес, какие делаешь ты, никто не может делать, если не будет с ним Бог. И потому, когда они сознательно называли Дух Святой бесовским Духом, то Христос сказал, вы холите Дух Святой и не будет вам прощения ни в всем веке, ни в будущем. Вот это один из грехов к смерти. Я думаю, что нам время заканчивать. Спасибо.